Андрей, приветствую на канале. Сегодня решил все-таки показать. В пользу случаем надо подклеить подножку. Вагон. Вагон в масштабе N. Одна из моих первых моделей, которую я приобрел у товарища Стальцева Сергея. Это было в далеком, где-то двухтысячных. Такая интересная модель. Первое, как говорится, первое приобретение. Дебют был для меня. Долгие годы искал, с детства еще. Как говорится, осуществил мечту идиоты. Видно, что здесь вот не хватает одной детальки с этой стороны. Здесь у нас расцепительный штырек вот такой отсутствует. С таким дефектом. Купил его не так дорого у него. Без коробки он был. А с ним идет... Вернее, она идет вот в такой коробке. Это, естественно, коробка у меня от другой модели. Более целой. Мада NGDR. Именно еще советская. С советских времен сделана. Здесь, еще раз повторюсь, это у меня уже коробка от другой модели. Более целой. У меня имеется несколько таких вагонов. Так, штук пять, по-моему. Так что можно зацепить и его немножко покатать. Это у нас Pico. Pico. Кто в теме знает, что и как это. Ну, это уже полностью стопроцентный раритет. Так как такие уже, естественно, многие десятилетия не выпускаются. Остались у коллекционеров, у тех, кто случайно при приезде находят в антресоле еще как-то. Вот. Но в нормальные времена еще их приобретали в Европе некоторые ребята. Ее, естественно, распродавали потом на определенных платформах. Тоже, где у нас все эти ребята занимаются всем этим. Ну, вот сейчас при помощи дихлартана я склею подножку. Буквально вчера достал его. Тут одному парню принес показать своей модель. И вот у этой обнаружила, что вот эта подножка выломалась. Ну, естественно, пластмостары этим моделям уже, наверное, без малого по 50 лет. Поэтому то, что они сохранились до сегодняшнего дня, это уже какой-то большой плюс, будем так сказать. Ну, сейчас в прямом эфире, как говорится, буду склеивать аккуратненько. Так, нацелиться надо, сейчас не могу прицелиться так. А вот через камеру как-то неудобно. Как бы не изгадить все это дело, то это запросто может получиться. Это я умею. Сначала нанесу сюда, чтобы размягчить, как говорится. Склеивать дихлартаном никаким не паршивым суперклеем, который все уничтожает, а именно дихлартан. Так как пластмасс требует именно дихлартана. Сложно оцелиться. Так, получаю это дело, отдельно сделаю. Ну вот, заклеил. По-русски вышло. Немножко не то. Ну ладно, факт тот, что не потеряются, будет держаться. Здесь так вот. Для сравнения. А здесь вот так вот. С таким дефектом. Ну, как получилось. Пластмасса все-таки не совсем поддается дихлартану. И дихлартан уже мне выдохся. Друзья, вот такое было микро-обозревание. Если будет желание, дальше буду обозревать свои игрушки вот эти вот такие. Железнодорожную тематику. Всем удачи.